здравствуйте друзья мы в ресторанчике видите посуда красивая тут молодые лица и спины вот значит это фактически целый стол тестировщиков чешских и программе но программисты меньшинств это да значит так здесь у нас не айтишники есть тоже нет нет а кто вы люди кто вы как supply chain хорошо так аналитик так вячеслава у нас знают наши зрители так вы кто секретный марки ажонка да вы чё а что же вас мальчик плавает и не катается фигурно так а вот девушка красиво этого а теста с массой а как вообще тестуру живется в чехии а вот если человек живет там ну где-нибудь я не знаю в непребенках они сейчас называют значит вот и пошел там на курсы выучился на тестировщика поработал годик он может приехать вот в чехию найти работу и как бы искать участвовать в иммиграционном процессе зависит от уровня сотрудника то есть начинающих никто не будет перевозить по визе потому что это не совсем так же сложно как в штатах но тем не менее это все равно процесс оформления рабочей визы от компании вам то есть от компании нового какого уровня нужно быть чтобы этот вопрос решался я думаю хотя бы хотя бы мидл хотя бы хороший мидл то есть мидл автоматизации или ручной тоже годится ручка ручной или нет я не думаю что буду перевозить если есть навыки автоматизации а это какие-то приличные иностранные компании или это чешские прямо здесь очень много разных то есть не обязательно чешских то есть вот этот рынок большой здесь пожалуйста microsoft здесь а вот европейские отделения в праге скайп тут был да когда-то это по моему эстонская компания так пойдем сейчас сейчас там у них подпрашиваем так вопрос возник какой нужно квалификации обладать чтобы тестировщику попасть вот на работу в чехии это из опыта так на русском и дальше что и все мне рекурсеры говорили что минимум в чешской компании берут с опытом 2-3 года это наручное тестирование так хорошо а с вами что произошло конкретно я учился на строительном институте учился год искал себе работу строительства и реально не мог найти инженера это было где это было здесь праге в чехии чешский крупнейший лучший технический институт не мог себе на самом деле найти место потом нашел ваш канал и прошел курс вашего на русском языке которые простые доступны и дешевле но вы уже имели разрешать на работу в чехии дни студент студент имеет право виза некоторое количество часов то есть они не должны были заниматься вашей визой как бы разрешением на работу немножко поработали а дальше вас уже как-то обриходовали но боялись все боятся потому что как бы непонятно стране студент ну хорошо ладно вот друзья вот это вот целый угол все тестировщики а вы тоже как это с вами случилось сначала раиль выучился у вас и устроился в компании помощи в россии и по вообще жили до этого еще в венесуэле потом мы переехали в тюмень вернулись и там раиль закончил ваши курсы и он устроился в компании получил оффер офера времени нет из рязани легкие на подъем уже пережили венесуэл таким страшным тем более компанией вам мы думали о релокации сразу естественно мы туда поехали и в компании там оказались курсы тестировщиков они выбирают тестировщиков он сайт я пошла на курсы тестировщиков и соответственно меня на работу я с волгограда два года живу в праге работал в програде сначала три года тестирования вот автоматизация кстати два года мануальному работал потом год автоматизации и все переехали а уфер как через знакомых или что там просто знакомых сказал есть вакансия хочешь скинуть любимое скинул пригласили приехал посмотрел фрагу а тут есть какие-нибудь в группе в фейсбуке например где общаются русскоязычные исчезли нет я просто подумал живет человек там пошел в такую группу нашел там тестировщиков они как есть вакансия вообще вакансии в праге тьма очень работа вот так вот меняешь так что надо курсы открывать или что да можно открыть потому что в основном очень много microsoft то есть немецкий не нужно а вы что там ну я был фрилансером так 10 лет а когда я сюда приехал и понял что я не умею программировать а то есть вы за фрилансер по нигде не работали в компании фрилансер работал в приватбанке в украине так вот потом я занимался фрилансерством на работа на американцев продавал свой собственный продукт но тут научились чего-то хорошо но хоть скажем так давайте так вопрос такого скажем тестировщик который но не самый там внизу а чуть-чуть там ну медленно он что примерно зарабатывает на на что можно рассчитывать примерно сразу можно рассчитывать примерно на 2000 долларов на полторы тысячи евро это приличные деньги здесь по сравнению более-менее да выше чем средняя зарплата а если он скажем синя там пять лет работает синер пять лет это скажем ну в районе ну смотря многое зависит от умения от того нет имеется ввиду что синер по умениям они по ручной если ручной зачем ручной я скажу так как программист может рассчитывать легко на 5000 долларов то есть грубо говоря у него будет оставаться он сможет их потратить реально девушки чешские интересуются нашими тестировщиками я не знаю у меня есть жена да ну так по наблюдению по наблюдению замечаю на них молодец так все документально ну хорошо все спасибо друзья нам ой мне тоже принесли смотрите это это что это свининка друзья сейчас мы друзья вячеслав вячеслав принес три варианта козьего сыра с собой принес в ресторан потому что в ресторане такого нет так значит 1 кусочек 2 кусочек сейчас будем по одному я уже полюбил эту козу так так третий тоже немножко на брынзу похож по фактуре но омолаживает я вот я прямо чувствую как бальзам идет по организму я думаю мы не опошлим сыр этим пивком солененький друзья хорошо хорошо это друзья мы оказались в таком латиноамериканском ресторанчике парк латиноамериканском ресторанчике и 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